22 новые школы планируют построить в Алматы до 2025 года. Тем самым вопрос трехсменных школ будет закрыт, а некоторые заведения образования и вовсе могут перейти на односменку. Об этом говорили сегодня в ходе августовского совещания. К слову, в форуме участвовали 2900 учителей. Дамир Анитов с подробностями. Августовское совещание прошло в новом формате. Для каждой области выбрали индивидуальную тактику развития. К примеру, Алматы лидирует практически во всех аспектах. Было решено сделать акцент на бесплатном питании. Им охватят и малышей в детских садиках из категории социально уязвимых. Бесплатным питанием обеспечены по городу 133 тысячи детей. Это почти 46% от всего контингента учащихся школ. Это первые, четвертые классы. И учащиеся пятых, одиннадцатых классов категории социально уязвимых, категории населения. Кроме того, Алматы испытывает дефицит ученических мест. Есть потребность и в садиках. По словам Акима, связано это с бэйби-бумом. Для решения проблемы в мегаполисе до 2025 года построят 22 новые школы на 37 тысяч мест. В том же 2025 году за счет застройщиков планируется открытие 11 полноценных детских садиков на 2100 мест. Все эти меры позволят даже перевести некоторые школы на односменное обучение, заверяют в Акимате. Кроме того, обещают решить и вопрос местами в общежитиях, в колледжах. Для развития ТИБО мы планируем строить до 2025 года двух государственных колледжей нового стандарта на 1440 мест с общежитиями для каждого из этих колледжей. Неотъемлемой частью качественного обучения наших детей является внеклассное образование. В рамках обеспечения пошаговой доступности мы до конца 2025 года планируем модернизировать и построить еще пять современных центров дополнительного образования, соответствующие международным стандартам. На творческие и спортивные заказы на платформе «Дому Бала» из местного бюджета выделено 16 миллиардов деньги. В целом, к концу 2025 года за счет принимаемых мер рост охвата бесплатным топ-образованием будет увеличен до 25%, то есть на 60 тысяч мест. Дамир Анитов, Рената Булхаиров, Информбюро.